Это такой мостик между технарями и гуманитариями. Или гуманитарий, который хочет прокачать свои скиллы в IT. Мне хотелось совместить аналитику, хард-сайенс и креативность. И можно оставаться собой, но при этом стать частью чего-то другого. В нынешней жизни каждый из нас стал немного эпидемиологом. Мы делаем это для того, чтобы наука в первую очередь влияла на качество человеческой жизни. Привет! В университете ИТМО есть шесть направлений, на которых можно учиться и заниматься наукой. В этом ролике мы расскажем про междисциплинарные исследования. Это такая область знаний, которая возникает на стыке разных научных дисциплин. К междисциплинарным исследованиям относятся Научная коммуникация Это направление для тех, кто помогает налаживать отношения между наукой и обществом. Придумывать новые форматы популяризации, объяснять устройства мира науки и бороться с заблуждениями. Digital Humanities Это исследовательская область на стыке компьютерных и гуманитарных наук. Art and Science Здесь занимаются научными исследованиями и создают художественные проекты на стыке искусства, науки и технологий. Науки о здоровье Здесь изучают здоровье конкретного человека и общества в целом. Вызывают ли электронные сигареты рак легких? Какая связь между учебными нагрузками и качеством сна? И как не допустить пандемию оспы обезьян? Образовательные программы здесь в основном для магистратуры, потому что предполагают, что у студентов уже есть база знаний бакалавриата. Что же такого особенного у междисциплинарных исследований в ИТМО? Об этом и расскажут сами ИТМОшники с разных сторон. От студента до директора Международного центра. Поехали! На нашей программе студенты учатся писать тексты разных форматов, от постов до репортажей с научных событий. Учатся работать с маркетинговыми инструментами, пиар-инструментами для продвижения научных достижений. В университетах, в институтах РАН и других организациях, в том числе технологических. Учатся делать объекты Art and Science для продвижения, опять же, научных достижений. Учатся рассказывать о медицине доступно, потому что это тоже очень важно. Это такая миссия научного коммуникатора, сделать науку доступнее для широкой общественности. А общественность, естественно, интересуется собственным здоровьем. Сейчас я работаю в центре научной коммуникации, курирую магистратуру, о которой сегодня говорю. Но на самом деле я сама являюсь ее выпускницей прошлого года. Я пришла с техническим бэкграундом, я была программистом. Но программистом я становиться не хотела. Мне хотелось совместить аналитику, hard science и креативность. И все это я нашла в научной коммуникации, чему безумно рада. Будучи куратором, я вижу, как к нам приходят биологи, а уходят авторы научно-популярных блогов про медицину. Ребята занимаются в медицинских организациях продвижением разных достижений их ученых. Наши выпускники становятся художниками art and science, кураторами разных выставок и авторами лекций на тему art and science. А политологи становятся популяризаторами mental health, пишут о достижениях психиатров из разных областей этой науки. Поэтому мы ждем абсолютно разных ребят с разными бэкграундами, и это только делает нашу сферу лучше. Магистрская программа, на которой я сейчас обучаюсь, она уникальна для нашей страны. И при этом одно из самых популярных медицинских направлений за рубежом. Что же это такое? Это наука о здоровье. Мы изучаем различные аспекты здоровья каждого конкретного человека и людей в целом для того, чтобы осуществлять профилактические программы, для того, чтобы внедрять современные методы лечения, которые будут не только эффективны, безопасны, но и экономически целесообразны. Так, например, когда мы внедряем тот или иной скрининг на онкологическое заболевание, мы рассчитываем эффективность этого скрининга. Это касается и рака груди, и профилактических методов в педиатрии. Это касается вакцинации. В нынешней жизни каждый из нас стал немного эпидемиологом. Пандемия нас к этому подтолкнула. Все мы читали сводки по заболеваемости, по распространению заболевания. Сегодня все мы активно интересовались способами профилактики. И как раз доказательство эффективности и безопасности вакцинации, эффективности или неэффективности масочного режима, тех или иных способов профилактики распространения заболеваемости, это и есть результат работы эпидемиологов, людей, которые заканчивают обучение на данной магистрской программе, которые в дальнейшем работают в этом направлении. Мне, к практикующему врачу, очень цены те знания, которые я получаю на курсе. Меня учат правильно читать медицинскую литературу, анализировать данные. У нас есть целый большой курс по биологической статистике, который позволяет нам правильно проводить клинические испытания. На программе Art and Science мы обучаем студентов быть научно-технологическими художниками. Вообще, что такое Art and Science? Это область современного искусства, где в основе художественных проектов обязательно лежат научные исследования. Например, проект Plantiverse изучает, есть ли у растений аналог зрения. Проект «Я вас слышу» исследует феномен парасмии, искажение восприятия запахов у переболевших ковидом. Кто же к нам поступает? На нашу магистрскую программу поступают все. Это и почковеды, и айтишники, и биологи, и классические художники-графики, и даже ракетостроители. Такой широкий спектр абитуриентов на самом деле связан с тем, что Art and Science — это такой мостик между технарями и гуманитариями. Для гуманитариев это возможность безболезненно потрогать науку, погрузиться в нее ровно настолько, насколько нужно для конкретного арт-проекта. Для технарей это возможность продолжать заниматься своей хард-наукой, но при этом заглянуть на нее с новой стороны, сквозь призму теории современного искусства. Чему же учатся наши студенты? Наши студенты учатся работать с материалами, которые пригодятся им для создания их арт-объектов. Студенты изучают философию, теории современного искусства. Также студенты занимаются с мастерами. Мастера — это профессиональные художники из сферы Art and Science, которые курируют проекты студентов, помогают им развивать их художественные идеи. Во время обучения наши студенты активно участвуют в различных выставочных проектах в городе, в России и даже в мире. Например, совсем недавно студенческие работы были выставлены на ярмарке искусств в Манеже, а также недавно прошла выставка роботического искусства в Севкабеле. А сейчас мы находимся на выставке дипломных проектов третьего выпуска магистратуры Art and Science. Здесь представлены работы различных направлений сайенс-арта. Это био-арт, роботическое искусство, искусственный интеллект, дополненная реальность. Например, проект студентки Ксении Горлановой Love Eschatology Machine, в котором Ксюша говорит о личном. Она взяла массив сообщений со своим бывшим молодым человеком, целых 10 тысяч сообщений. С помощью алгоритма они были разбиты на отрицательные, положительные и нейтрально окрашенные и представлены в виде вот такой световой инсталляции. В 2015 году я защитила кандидатскую по культурологии, а уже в 2016-м оказалась в ЭТМО. Ну что же делать культурологу в ЭТМО? И я стала гуглить, что такое есть на стыке гуманитарных наук и технических, или IT. И нагуглила Digital Humanities. Так я стала заниматься этим интердисциплинарным направлением, открыла свой центр, запустила магистровскую программу, а теперь руковожу им платформой искусственной науки. Digital Humanities, или цифровые методы в гуманитарных исследованиях, это такой зонтичный термин, который объединяет все обилие гуманитарного знания историков, филологов, музееведов и IT, то есть computer science, который позволяет все это знание преобразовать в цифру и подать в новом свете. И мы делаем совершенно огромное количество проектов, где заказчики выступают наши партнеры и друзья культурной институции Санкт-Петербурга. Вот один из таких проектов, очень классный, проект Вундеркамер. Мы делаем его с Петергофом. Это трибют к дню рождения Петра Первого. Ему в этом году 350 лет. И этот проект позволяет аккумулировать все многообразие, разнообразие культурных данных о Петре на одной площадке или на одной платформе. Помимо Петергофа в этом проекте участвуют еще более 100 музеев Петровской тематики. А еще у нас есть проект про шаманов. Этот проект мы делаем с Музеем истории религии. Он очень классный, и его точно полюбят те, кто играл в игру «Волк среди нас». Это такой нарративный digital storytelling, и можно себя почувствовать шаманом. А еще есть проект OneMedia. Это проект, который к нам пришел вместе с ребятами из JetBrains. Они учились на одной магистратуре, искали, что они там не хотят. Хотят к нам, и у них есть идея проекта. Этот проект аналог медиалогии, только бесплатный. Поэтому все те, кто любит исследовать или просто залипать и делать всякие запросы про российские медиа, можно будет зайти в чат-бот и сделать это. Как я и сказала, наша программа интердисциплинарная. Поэтому к нам поступают ребята с совершенно разным бэкграундом. Это как IT-специалисты и ребята, которые раньше в бакалавриате делали веб-разработку, мобильную разработку. Так и ребята с гуманитарным бэкграундом. Это историки, филологи, ребята, которые заканчивают Смольный институт СПБГУ. И таким образом на программе и самоучебный план программ позволяет им перемешиваться и делать совершенно разные проекты вместе, пробовать себя в разных ролях и понимать, кто ты, проект-менеджер или гуманитарий, который хочет прокачать свои скиллы в IT, или же ты, айтишник, который ищет смыслов и хочет делать действительно социально важные, классные проекты для культурных институций. И вот если кто-то хочет тем или иным образом повторить мой путь, то есть прийти к гуманитариям в ЭТМО и через 7 лет стать руководителем платформы, а у нас такое можно, то Велком на программу она действительно создана для того, чтобы не только перемешивать всех, когда все друг у друга учатся, но и ставить такие серьезные хард-скиллы в питоне, в архитектуре базы данных, в мобильной разработке. В 2013 году я окончил кафедру системы управления и робототехники и спустя 8 лет меня позвали в Центр искусства и науки на должность технического директора. После магистратуры я пошел в IT-компанию, которая занималась продажей программного обеспечения для проектирования, которая нужна машиностроительным заводам, судостроительным. После этого я перешел в одно из подразделений «Газпрома», которое занималось информационной безопасностью, в том числе курировало стройки «Лахты» и других бизнес-центров в Санкт-Петербурге. После этого я немножко поработал в администрации Сбербанка, но офисная работа мне совершенно не нравилась. Я не мог высидеть с 9 до 6. Я понимал, что я просто трачу свои силы и энергию. И я ушел в пустоту. Начал искать, кто чем занимается, какие есть направления, и меня позвали обратно в университет, в Центр искусства и науки, где, на мой взгляд, объединились все те навыки, которые я накапливал без малого всю жизнь. Как сложился этот пазл, как объединились, на мой взгляд, совершенно разносторонние навыки. И, на мой взгляд, этим университет ИТМО очень уникален, что тут можно объединить то, что на первый взгляд необъединимо. И можно оставаться собой, но при этом стать частью чего-то другого. Я никогда в жизни не понимал искусства. И сейчас я его не понимаю, но я очень хочу его начать понимать. У меня для этого есть проводники, мои коллеги, мои студенты. Например, за моей спиной объект нашей студентки с первого курса, чек, который описывает человеческую жизнь. Потому что по чеку можно понять, чем человек занимается, что он делает, что покупает, куда ходит, что ест, пьет. Такие объекты, они меняют свое представление о мире. То есть наши студенты, они смотрят на мир совсем другими глазами. И мне очень нравится им помогать в этом с технической точки зрения. Слушайте, ну мы в Институте международного развития и партнерства, поэтому для нас международные возможности супер актуальны с самого начала существования наших программ. Мы вообще, когда придумывали, например, магистратуру по научной коммуникации уже шесть лет назад, мы вообще отталкивались от опыта выпускника, например, одной из таких программ. И дальше каждый раз, когда мы запускаем какой-то большой исследовательский или образовательный проект, мы всегда смотрим, а что происходит в мире по этому вопросу. География наших партнерств очень обширна. И когда мы, например, вспоминаем или думаем о взаимодействии с Итальянской ассоциацией научных коммуникаторов и научных журналистов, мы видим какие-то конкретные примеры, которые мы удалось сделать, например, в ковид. И мы можем их использовать для того, чтобы в том числе научить наших журналистов писать про медицину или науку. Япония. Когда мы... Это из таких вдохновляющих примеров, которые сразу приходят в голову и невероятно вдохновляют наших студентов, потому что у нас несколько студентов отправились либо на конференцию, либо на обмен в Японию, и мы слышим невероятные форматы работы с молодежью. Нет ничего интереснее внедрить какой-то научный образ или информация об университете в Мангу или в Аниме. И это тот образ мысли, который нам еще только предстоит освоить. Наши студенты все время на чемоданах. Вот сейчас мы отправляем группу студентов на обмен в Корею. Кто-то только вернулся на защиту из Италии, и нет ничего прекраснее писать работу про гражданскую науку, обозревая, например, римский зоопарк. Несколько студентов, вернувшись из Германии или из Бельгии, совершенно по-другому смотрят на свой опыт. Мы существуем в прадигме такого расширяющегося опыта, когда, например, наши выпускники приходят и говорят, нам нужно, чтобы вы познакомились вот с этим ученым, или с этим исследователем. Оказывается, что этот исследователь находится в Европе, и он учится по какой-то классной международной программе, и он говорит, слушайте, я хочу сделать то же самое в России, давайте делать. Так появилась, например, наша программа Public Health Science. Антон Борчук, руководитель этой программы, наш фэллоу, не просто привнес такой европейский взгляд на эпидемиологию, на науке о здоровье, но и также существенно расширил диапазон наших преподавателей, которые со всего мира буквально привносят знания в науке о здоровье. Работа с некоммерческими организациями это одно из важных направлений для нашего центра. У нашего центра есть несколько разных форм взаимодействия с фондами. Наши студенты и наши выпускники работают в фондах, мы вместе проектируем исследования, запускаем коммуникационные кампании. Для нас важны также образовательные траектории, которые мы запускаем для сотрудников фондов или для людей, которые получали стипендии у фондов, например, у фонда Владимира Потанина. Когда мы говорим о фондах, мы, как правило, подразумеваем какие-то социальные проекты и здесь стоит упомянуть один фонд, с которым мы начали сотрудничать недавно. Это фонд «Анна помогает», фонд, который занимает социализацию выпускников детских домов. Сейчас мы совместно с ними, а также совместно с экономистами, занимающимися экономикой здоровья, со статистиками, с эпидемиологами, проектируем совместные исследования, связанные с тем, как можно повлиять на изменение ситуации, связанное с социализацией выпускников детских домов. В центре есть несколько важных точек, на которые мы опираемся. Одна из этих точек называется «Human Centered». То есть то, что мы делаем, мы делаем для человека в первую очередь. Мы делаем это для того, чтобы наука в первую очередь влияла на качество человеческой жизни. Мне кажется, что здесь и для меня, и для Центра научной коммуникации в целом это первоочередная ценность. И круто, что мы можем повлиять своими действиями, своими усилиями, своими решениями на тех людей, для которых это может быть важно. Это был краткий обзор направления междисциплинарной исследования. Чтобы узнать больше, заходи на abit.itmo.ru